Это было излюбленным местом российских императоров и Пушкина. А теперь его полюбили коммерсанты. Усадьба Архангельская в плотном кольце строительства. Жилые дома и коттеджи растут прямо на заповедной территории, которую незаконно и безнаказанно захватывают предприниматели. О том, почему их очень сложно остановить. Дмитрий Блиников. Приехала техника, краны, бульдозеры и экскаваторы. И вот установили вот этот забор. Бетонный забор, железные ворота, жители Архангельского и десятка соседних поселков оказались отрезаны от зоны отдыха, соснового леса и реки. Нигде не пройдешь, собаки, вы слышите лай. И просто страшно даже. Захарковская пойма, место отдыха местных жителей, охранная зона усадьбы Архангельская. Никакие работы здесь вести нельзя. Несмотря на это, компания Land Invest огородила территорию и сообщила, что собирается возводить здесь коттеджи. Он огородил исторический Архангельский луг, который примыкает к Архангельской рощи, наиболее самой старой части усадебного парка. И, конечно, такое, ну, показательно выпиющее пренебрежение закону. Завтра в Архангельском ждут комиссию Министерства культуры. Возможно, поэтому работы пока приостановили. С высоты видно, под застройку попадет гигантский участок заповедной земли. Рядом еще и водозаборная станция Западная. Охранная территория города Москвы. И есть возможность, что в водозабор будут попадать отходы жизнедеятельности, канализации и так далее. Кольцо строительных площадок все плотнее сжимается вокруг имения Юсуповых. Многолетняя территория усадьбы является объектом рейдерских захватов. Сейчас начинается такая некая вторая волна, когда снова с окраин застройка, причем застройка уже крупными жилыми комплексами, снова подступает к усадьбе. Один жилой комплекс уже возвели с северной стороны Архангельского, с западной Вилинской пойме. Коммерсанты из Санкт-Петербурга тоже самовольно огородили больше 10 гектаров земли и собрали центр. Земля не тоже золотая, бриллиантовая. Каждый хочет заработать здесь денег. Напротив Рублевка. Здесь 5 километров от Москвы. Жители поселков написали десятки жалоб местную администрацию. Оттуда ответили всего один раз. В конверте вместо официального письма лежал рекламный буклет. Долгие 8 месяцев мы следили за теми, кто становится мисс месяца и так далее. Ну то есть это абсолютное издевательство. В Министерстве культуры пообещали проверить все жалобы. Есть надежда, что незаконную застройку удастся остановить. Иначе от некогда огромного имения Юсуповых вскоре может остаться только хозяйский дом и лужайка в окружении элитных коттеджей. Дмитрий Блинков, Егор Вожлицов, Андрей Грешнев, Александр Косинков. Вести.